Международная академическая школа Одесса в очередной раз распахнула свои двери для будущих учеников и их родителей. Подобные встречи в современном образовательном комплексе проводятся регулярно. Президент учебного заведения Сергей Кивалов убежден, в школе будущего есть что показать потенциальным ученикам. Это и оборудованные по последнему слову техники классы, и развитая спортивная инфраструктура, куда входят бассейны, игровые залы и крытый стадион, уютное школьное кафе и недавно открывшийся киноконцерт-холл. Дети и родители не только изучили материально-техническую базу школы, но и пообщались с учителями Международной академической школы. Как прошел день открытых дверей в школе будущего, смотрите прямо сейчас. Вступительная кампания в режиме нон-стоп. Школа будущего снова открыла свои двери. Сотни детей и их родителей пришли в Международную академическую школу Одесса, чтобы увидеть, как проходит обучение в ведущем образовательном учреждении. О преимуществах школы гостям рассказал ее президент и основатель Сергей Кивалов. Наша школа светлая, теплая и перспективная. Светлая, потому что дизайн продуман так, чтобы было здесь всегда светло и уютно. Теплая, потому что мы предложили абсолютно новую систему отопления, чтобы не думать, газ сегодня по такой цене, а завтра по другой цене или нефтепродукты. И вы знаете, я просто убедился, что мы правильно сделали. Здесь в школе установили более сотни солнечных коллекторов, которые сегодня отапливают школу и подогревают бассейн. В этот день во вновь открывшемся киноконцертном холле школы гости познакомились с ее администрацией, учителями-предметниками и учителями начальных классов, которые рассказали об учебном процессе. Одно из главных преимуществ Международной академической школы Одесса это возможность выбора спортивных секций, а также иностранного языка, который будет изучать ребенок. Образование дают непосредственно носители языка. Любая инициатива в нашей школе, это всегда в первую очередь исходит от президента нашей школы, от Сергея Васильевича Кивалова. И вот изучение иностранных языков, это также одна из инициатив Сергея Васильевича, благодаря которой у наших детей есть возможность изучать английский язык каждый день у них урок, а также второй иностранный язык, это испанский, французский, немецкий язык, китайский язык. И есть также возможность у наших детей, чтобы с ними занимался носитель языка. Кивалов Сергей Васильевич объяснил демократичный подход, особенно мне понравился подход к выбору языков. Здесь мне очень нравится, что можно выбрать хоть китайский, хоть английский, хоть любой язык, на котором ребенок будет получать эти знания. Детям дают возможность развиваться, расти, где для них открывают разные двери, и есть возможность и выбора, и в то же время есть специалисты, которые могут направить и помочь с этим выбором. И, конечно, когда все это завернуто в такую оболочку безопасности, хороших условий, новых классов, правильного, хорошего питания, спорта рядом, это здорово, это, наверное, правильный подход, на который стоит равняться другим. Инновационный подход во всем. Таково основное правило руководства учебного учреждения к работе. Президентские программы только внедряют в жизнь в государственных школах. Машу уже на шаг впереди. Помимо классических дисциплин, здесь преподают финансовую грамотность, чтобы с юного возраста дети умели распоряжаться собственными средствами. Кроме того, с первого класса ученики в обязательном порядке посещают занятия робототехники, где они познают основы программирования и моделирования. Особенно приятно видеть глаза родителей, которые заходят вместе с детьми и понимают о том, что они хотят здесь остаться, хотят здесь учить своих детей, хотят, чтобы они проводили здесь свое свободное время. А вот благодаря усилиям нашего президента Сергея Васильевича Кивалова, знаете, эта школа поистине считается лучшей, потому что помимо классических предметов, классической министерской программы, у нас есть дополнительное образование, дополнительное обучение. У нас введены такие дисциплины, как финансовая грамотность, робототехника, у нас обязательный урок плавания, шахматы, что немаловажно, что развивает наших детей логически, по построению их мыслей. Главной целью предмета является развитие, во-первых, креатива, потом еще навыков программирования, конструирования и развивания мышления. То есть, если ребенок видит разные детали, он может подумать, ага, как я могу соединить эту часть и эту часть. И у него включается, во-первых, логика, у него включаются навыки конструирования. Посетившие встречу с руководством школы родители в один голос говорят, учебный комплекс превзошел все их ожидания. Почитали отзывы, посмотрели, что школа новая, такой вот нетрадиционный подход к обучению, такой, когда дети более свободно себя выражают. Привлекли объемы, то есть масштабность. Сын очень любит бассейн. И мы когда увидели в Инстаграм, он говорит, я хочу туда пойти посмотреть. И мы решили пойти посмотреть, потому что, ну, не во всех школах есть, да, такие условия, там, бассейны, площадки и так далее. Родители будущих школьников рассказывают, что их главный критерий при выборе места учебы – это безопасность детей как до уроков, так и во время. Детей привозят в школу и развозят домой после занятий два современных автобуса. Один из них – Скулбас, который прибыл из Соединенных Штатов Америки. Для обеспечения безопасности учеников и персонала заведения используются современные эффективные технологии. Кроме поста охраны, у каждого ученика и сотрудника школы есть специальные карты, которые прикладываются к считывающему устройству на входе в учебный корпус. Родителям при этом сразу приходит уведомление, что ребенок пришел в школу или покинул ее. Таким образом, родители могут знать обо всех перемещениях своего ребенка. Вот видите, турникет здесь. Ребенок, когда заходит в класс или заходит только в школу, родители уже через телефон знают время, когда он зашел, когда вышел. У нас 247 камер в нашей школе. То, что в коридорах, в классах, территория школы полностью охвачена видеокамерами, и это наша фишка, и мы на этом не экономим. И если родители отдают школу, они должны быть уверены, что здесь ничего не произойдет с их ребенком, что будет все хорошо. И я считаю, что это тоже очень важное направление. Если родители больше переживают о безопасности и комфорте в школе, то детям пока по душе развлечение и школьный досуг. На базе Международной академической школы Одесса работает летний лагерь. Прошлым летом ученики провели время с пользой. Посещали кинотеатры и театры, ходили в музеи города. Привлекло маленьких абитуриентов и уютное школьное кафе. Мне понравилось, что у нас современное. Тут крутое кафе, не как у нас в школе Солобка. Мне она понравилась. И тут очень прикольно. Я бы хотела тут учиться. В моей школе там все скучно, а тут весело. И цифровые доски есть. Тут все современно, прикольно. Гостям Дня открытых дверей рассказали о новинках школьной программы. В этом году в учебный план включили STEM-образование, что подразумевает смешанное изучение различных дисциплин с применением их на практике. Начиная со средней школы, ученики смогут выбирать предметы, которым они отдают больше предпочтения. Это четыре направления. Химико-биологическое, экономико-математическое, юридическое, а также углубленное изучение иностранных языков. Первый блок – это химико-биологическое направление. И начиная с четвертого класса они будут знать, что им необходимо. То есть химия, биология. Второй блок – это экономико-математический блок. Из самого названия яснует, что это дети, которые будут изучать углубленно математику, физику и экономику. Третий блок – это юридический, который будут правознавства и все дисциплины, которые связаны с будущей профессией юриста. И четвертый – это углубленное изучение иностранных языков. Вот здесь у нас вы знаете, что с первого класса дети имеют возможность выбрать язык обучения. А вот уже с пятого класса они уже углублены изучением той или иной дисциплины, связанной, допустим, с английским языком, с немецким, с французским. У нас есть первые классы, где читаются все предметы на английском языке – украинском, русском. Я считаю, что родители должны сами выбирать для своего ребенка будущее направление. Будущее любого человека напрямую зависит от места, где он приобретал первое знание. Руководство Международной академической школы Одесса обеспечивает максимальный комфорт и всестороннее развитие своим ученикам, чтобы через полтора десятка лет по праву гордиться своими выпускниками.